Смотрите, ребята, я здесь увидел человека, я решил ему дать 100 долларов Сейчас тебе по голове дам Он как корова, ребята Так, кормим жирафа Ланч тайм, давай, тебе Так, я жарю мясо Девушка ложится на сцену, засовывает туда себе бутылку с водой И начинают оттуда доставать веревку, а на веревке лезвие Короче, ребята, пришли мы на Волкин-стрит, на улицу Красных Фонарей Они живут в палатках и мне предлагали миньет Вот просто в строчку, вот колонна такая, одни проститутки Ребята, привет всем, сегодня будет экскурсионный влог Покажу вам все экскурсии в Таиланде, как вообще это происходит Сидим мы в отеле, приходит гид и говорит, хотите поехать на экскурсию? Мы говорим, хотим В 8 утра нас забирают Заезжают за ребятами по разным отелям И вот привезли нас на такую локацию Мы здесь ходим, фоткаемся, рассказывают нам какие-то местные традиции Я думаю, будет интересно Вот, первая локация это Будда Короче, тут вообще много будет буд Они здесь есть лежачие, стоячие, сидячие Полу-лежачие Короче, погнали Так, здесь у нас денежные деревья Короче, какие-то подношения По кругу 8 вуд Вот центральный Ну и в принципе все Продают какие-то сувениры Что это такое? Воробьи какие-то И здесь у нас просто красивый вид Вот и все в принципе Смотрите, ребята Я здесь увидел человека У которого нет рук И мне его так жалко стало Я решил ему дать 100 долларов Держи Все Так, ребята Экскурсия продолжается Зашли мы в парк И первая необычная вещь Это каменные деревья Сейчас я вам их покажу Вот они, ребята Смотрите Я такое вижу впервые Это дерево со скалой Как бы это дерево Раньше это было дерево Упало оно в реку Пролежало где-то там Не знаю Пару тысяч лет И превратилось в камень Вот такая вот штука Вот по нему стучишь Как по камню Так, здесь у нас Вот такое вот красивое место Здесь Полно туристов В этом парке Нам обещали Что будут крокодилы Львы Тигры Слоны Так, ребята Пришел я кормить крокодилов Смотрите Купил курицу За 200 рублей Будем сейчас кормить Вот крокодилы у нас здесь Мы собрались на обед все Вот, уже ребята Жду Такие огромные, да? Что за ребята Готовы? Хм-хм-хм-хм Подальше Давай 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 Что ты по голове дам? Да ты Разни его Ага Давай ты Ты что-то ленивый Ооо Ничего себе Так отойти, пожалуйста Что ты плякуете от меня? Ой-ой Пусть ваша гад Страшно Вот, отнеси туда Потальше Позаписи Все, молодец Короче, крокодилы ленивые Они вообще Не хотят кушать Переели Переели, да О, вот Можно фоткаться с тигром Пушка Смотри, какая кисер огромная Ага, кисер Она так смотрит, как схавать хочет Считай, она голодная на меня смотрит О, заметил меня Так, пришел я к тигру, ребята Немного, конечно, стремновато Он как корова, ребята Также рядом здесь еще есть белый тигр Пойду пофоткаюсь еще с белым Он вообще какой-то отмороженный Его, наверное, чем-то, ребята, накачали Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Так, смотрите, ребята Я переоделся в местное Здесь у нас слоны А здесь у нас жирафы Здорово, ребята чё лижешь эту трубу чё лижешь трубу видни камеру будешь такая ну попробуй нечего-то не снимает меня так кормим жирафа каждому по одному давай вот этому не получал ребята здесь медведь на смотрите какой он странный тайский он как какой-то как дистрофик какой-то ну развернись блин ему так плохо наверное это бананы ему почистили какие какашки так смотри какой у него морда он как калич какой-то короче очень необычный медведь я такого вижу впервые так следующая остановка у нас вот такой вот деревянный храм это храм истины сейчас здесь идет стройка нам выдали вот такие вот каски видите белые каски прораба что вам рассказать об этом храме храм построен по древней тайландской традиции и обещает его сделать без единого гвоздя храм полностью из дерева но сейчас в этом храме есть гвозди но его когда закончат обещает все гвозди оттуда достать строит его ребята с 81 года и обещает закончить в двадцать пятом году и пока строят некоторые части храма уже приходят негодность ну вот такая вот ситуация короче вход сюда стоит тысячу рублей просто чтобы вот зайти на эту землю просто вот здесь походить закасать рублей стрижка у меня в барбере стоит касать рублей так там люди работают а здесь просто зайти короче что-то дорого хоть у меня и есть деньги но это реально очень дорого ну 200 рублей ну 300 рублей до 500 максимум вы не касали дать за это настоящий миллионер тот кто знает цену деньгам ребята вот сейчас мы наверное находимся в самом-самом дорогом торговом центре в мире но здесь столько роскоши я куда сюда зашел я был в шоке здесь все сделано под аэропорт каждый этаж это отдельный город лондон париж италия эйфелева башня стоит пизамская башня короче здесь настолько все круто голливуд есть я в шоке ребята я не знаю сколько денег сюда в бухарей у входа стоит самолет кому интересно снял отдельное видео обзор этого торгового центра так принесли нам уже мясо я его выложу в инсту она будет в айджи тиви посмотрите там просто космос так что у нас здесь здесь мяско и суши еще заказал так принесли суши блин очень огромной порции здесь на фотке выглядит такой маленькой так я жарю мясо там и креветочки уже подходят переверни пожалуйста надо пережаривать внутри еще немного сыроваты о блин еще принесли ну понятное дело мы это все не сидим я просто люблю реально много заказывать чтобы просто все попробовать если бы были какие-то порции знаешь как с это его здесь очень вкусное кстати здесь пиво на на рисе водка на рисе вино здесь с вичи да они выкручиваются как могут если у них что-то не растет давай и арбузик погнали выбрались мы в город на этот раз сейчас пойдем на улицу красных фонарей женщины а здесь у нас леди боя здесь у нас мужики вот такая вот на набережной у нас обстановочка люди бегают здесь ребята сидят пьют пиво круто здесь да как как где-то в калифорнии пальмы люди бегают пляж яхты стоят короче ребята пришли мы на волкин стрит на улицу красных фонарей здесь короче все подряд шлюхи леди бои ювелирка виртуальная реальность рестораны стрип клубы вон видите стрип ухи короче очень жестко очень много людей плядство разврат короче мне вообще здесь не нравится 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 а вот ребята у нас леди бои ума не наружу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, друзья, хотите узнать, как было на шоу? Милая часть влога закончилась, там были животные, там было все красиво, а теперь часть 18+. Расскажу вам о ночной жизни Таиланда. Кстати, кто хочет посетить шоу, лучше вот сейчас меня не смотрите, потому что я полностью вам расскажу всю программу. А кто не хочет посетить, смотрите, будет очень-очень интересно. Сейчас вообще, ребята, не перематывайте. Итак, зашли мы на шоу, на Walking Street. Что хочу сказать. С Амстердамом по красоте, конечно же, вообще не сравнится. Здесь все убого, грязно. В Амстердаме там красивые девушки, здесь тайки, они вообще некрасивые. Нету танца. Просто они танцуют, как на школьной дискотеке. Но суть не в этом. Здесь суть в шоу. В Амстердаме, кстати, кто не знал, кто не видел влог с Амстердама, мы ходили с любимой порнотеатр. Там просто секс на сцене. Кто не видел влог с Амстердама, где-то здесь, где-то вверху, оставлю подсказку. Итак, начинается шоу, выходит девушка, засовывает туда себе маркер, кладет на пол листочек и начинает рисовать. Пишет она там, welcome to Pattaya, добро пожаловать в Паттайю. Короче, написала. Вот так вот сидит там, пишет. Показывает всем листочек. Короче, все круто, все похлопали. Следующий номер. Выходит девушка, тоже танцует. И начинает оттуда доставать веревку, так же, как и в Амстердаме. На веревке там всякие цветочки, которые светятся. Веревка там метра, не знаю, может быть, три. Достала веревку, ушла. Следующий номер уже поинтереснее. Выходят уже две девушки. И начинают оттуда доставать веревку. А на веревке лезвие. Вот, каждые где-то вот 10 сантиметров лезвие. Они достают. Она достает, достает, достает. Тоже веревка там метра два. И достает она оттуда лезвие. А вторая девушка достает гвозди. И потом в конце она показывает. Вторая девушка, что гвозди острые. А первая девушка там берет какую-то соломинку. И лезвиями начинает ее резать. Тоже показывает, что лезвия были острые. Следующий номер. Огурцы. Прикольный номер. Выходит на сцену девушка. Ложится она на сцену. Берет огурцы. Короче, она их туда засовывает. Выходит вторая девушка. С таким вот ведерком. Первая девушка на сцене. Вторая девушка под сценой. И первая девушка стреляет этими огурцами. Оттуда вот прям. Вот так вот выстреливает этими огурцами. И попадает прям в ведерко. Ну, это было уже поинтереснее. Дальше. Дальше. Кока-кола. Это крутой номер. Выходит на сцену девушка. С двумя бутылками. Стеклянные бутылки из-под Кока-колы. Первая бутылка с водой. Обычная вода. А вторая бутылка пустая. Девушка ложится на сцену. Засовывает туда себе бутылку с водой. Опустошается эта бутылка. Потом она берет пустую бутылку. И с прозрачной воды наливает уже туда Кока-колу. Оттуда уже наливает Кока-колу. Вот так вот всовывает туда себе ее вниз. Налила Кока-колу. Ну, не Кока-колу. Понятное дело, это химия. Все. Там какие-то были вещества. Окрасили воду в коричневый цвет. И она показывает всем. Вот, смотрите. Достала Кока-колу. Так, следующий номер. Я, может быть, какой-то номер пропущу, потому что я не помню все номера. А, сигареты. Берет девушка три сигареты. Вот, подкуривает их, раскуривает. Засовывает себе туда сигареты. И начинает курить. Произошел, кстати, ребята, очень смешной случай. Зашли китайцы. Как раз, когда она уже достала сигареты. Проделала этот весь номер. Ну, это, кстати, прикольно, потому что она вот реально мышцами, вот, тем местом курит сигареты. Реально курит. Вот, показывает, как идет затяжка. Ну, круто, конечно. Ну, не круто. Не то, чтобы я фанат такого зрелища. Короче. Зашел китаец и сел спиной к сцене. То есть, он ничего не видел, как она все это делала. Ну, он уже не успел на начало шоу. И что-то сел себе там в телефоне. И девушка подходит к нему, когда она уже закончила шоу с этими тремя сигаретами. И говорит, на, бери, кури. А зрители там, конечно же, сидят за столиками. Давай, бери, давай, бери. Он такой, ну, какое-то, может быть, шоу берет и курит эти сигареты. Все зрители начинают смеяться. Потом ему рассказали. Он просто был в шоке. Он сразу же побежал в туалет. Начал, ну, показывает вот так вот. Смывал все там с себя. Полоскал рот. Ну, такой вот был случай. Короче. Дальше были номера. Засовывала она себе туда теннисные мячики. Просто вот засунула теннисный мячик и просто в стакан выплевывала, можно сказать, эти мячики. Потом засовывала она туда себе свисток и дудку какую-то. И издавала звуки. Тоже это все вот она как-то легкими делала. Ну, видно, короче, было, как она делает там какие-то дыхательные упражнения, чтобы это все в нее получилось. Потом засунула она себе туда трубочку такую. Вынесли на сцену торт. И она начала вот задувать свечи. Задула все свечи. Конечно же, не с первой попытки. Ну, не все свечи. По одной свече она задувала. Ну, и последнее, ребята, самое интересное шоу. Знаете, вот трубочка с дротиками, да? Когда вот ты вот так вот плюешь дротиками. Там в старину индейцы там охотились таким способом. Не знаю, или индейцы. Короче, поняли, да? Засовывает она себе туда эту трубочку с дротиками. Зрителям раздают шарики. И зрители вот так вот держат шарики. И она со сцены целится в этот шарик. И там с расстояния, ну, трех метров пробивает этот шарик. Один там чел поставил шарик вот на голову вот так вот. И она попала. Пробила дротиком шарик. Ну, короче, было круто. Было всего там шариков, может быть, шесть. И она один раз только промахнулась. Короче, вот такое вот было шоу. Вы меня знаете, если в какой-то стране есть что-то интересное, я всегда там. Я всегда пытаюсь узнать что-то новое. Плюс здесь, в Таиланде, улица Волкинг-стрит, это местная как бы достопримечательность. Не то чтобы, знаете, я поклонник вот таких движений, потому что там сейчас начнут в комментариях писать. Просто я беру от жизни все. Если есть что-то интересное, я иду и смотрю. Вообще вот на улице мы шли пешком на эту Волкинг-стрит, вдоль набережной. Там одни проститутки стоят. Я столько проституток вот в своей жизни не видел. Здесь они, ну, знаете, как на линейке в школе. Они стоят через каждых два метра, через каждый метр. Вот просто в строчку, вот колонна такая. Одни проститутки. Всех возрастов от 18 до, не знаю, до 50. Есть красивые, есть некрасивые. Вот так вот здесь зарабатывают. Здесь это все нелегально. Здесь это все крышуется, как нам рассказывал гид. Ну, здесь уже стало жестче вот с этим всем. Это раньше здесь вообще был разврат, блядство. Сейчас, кстати, вот на Волкинг-стрит, я думал, там будет жестко. А там просто улица с развлечениями, фокусники, магазины, ломбарды какие-то. Короче, вот все развлечения, что есть, они засунули туда. И тир там, и магазины, вот я говорил, ювелирные магазины. Милиция там ходит. Вроде бы все нормально. Леди-боев там очень мало. Леди-бои это мужики, которые превращаются в женщин. Здесь, как нам рассказывали, когда вот у мужчины безвыходное положение, он не знает, что делать. Вот он соглашается на такой шаг. Здесь, кстати, про леди-бои сейчас вам расскажу. Вот здесь, кстати, на набережной, видите, да, вот ходят люди. Здесь эти леди-бои живут. Сейчас вам покажу, где именно. Вон там скалы, там, где сидят люди, там два флага. Там, короче, живут эти леди-бои. Я вот прошелся туда, на те скалы, поснимать видео. И там вот они живут в палатках, и мне предлагали миньет. То есть люди, которые проходят, вот, туристы, они просто гуляют вот по пляжу. Они там сидят и караулят вот каких-то ребят. Там у них ребята делают все. Массаж, там у них даже есть прайс-лист, что, сколько стоит. Вот, когда люди идут по этой тропинке, они там стоят на скалах и зазывают туда туристов. Ну, ребята, такой вот Таиланд. А так здесь очень круто. Милые, добрые люди. Отзывчивый персонал. Сегодня у меня, кстати, рабочий день. Вы знаете, что на отдыхе я работаю там по три, по четыре часа. А сегодня у меня полностью рабочий день. Я сейчас сажусь монтировать видео, потом торговля. То есть целый день я сегодня проведу в номере. Ну, в номере круто. Работаю, ребята. Видно залив. В номере круто. Кондиционер. Плюс здесь очень классная температура. Очень комфортно здесь. Любимая сейчас, кстати, на басике. Вчера любимая работала целый день. Тоже монтировала для вас видео. Кто еще не знает, у моей девушки тоже есть канал. Ссылку я оставлю в описании. У нас полезные видео. У нее нет такие видео, знаете, как у других блогеров. Одна вода там. Всякая, короче, ерунда. Нет. Концепция нашей семьи это полезные видео. Тоже есть видео с семинаров. Там есть видео о книгах. Так что заходите, смотрите. Давайте я закончу этот влог чем-то полезным. Потому что этот влог получился интересным, смешным для кого-то. И, конечно же, без пользы никуда. Смотрите, ребята, я мечтал о такой жизни. Мечты сбываются. Я мечтал отдыхать и работать. Мечтал заниматься любимым делом. Где-то там лежать на острова. С ноутбуком и зарабатывать деньги. И я сейчас так зарабатываю деньги. То есть не думайте, что это все сказки. Что это все на картинках. Вот кто-то лежит на Мальдивах там. На шезлонге. С ноутбуком. И работает. Конечно же неудобно лежать. Солнце отсвечивает. Работать, конечно же, удобнее в отеле. Это просто для фотографий. Вот вы можете видеть мои фотки с ноутбуком. Это просто я фотку. То есть, понятное дело, что я на бассейне, блин, не работаю. Потому что, конечно же, это неудобно. Мечты. Это, не знаю, основа основы. Мечтайте, ребята. Расскажу вам одну историю. Мы встретились с гидом. Первый день. И гид нам рассказал очень интересную историю. Ну, обычную историю. Как сбываются мечты. Что когда вы думаете, что вот уже все потеряно. Ну, что может произойти? Когда вы думаете, что вы в полной жопе. Ребята, мечты сбываются. Сидел в Камбодже мальчик голый там. Голодный. Сидел где-то там на скалах. В какой-то деревне. У него ничего не было. У него была мечта. Вообще у него ничего не было. Вот как этот человек может там за пару месяцев стать полностью обеспеченным. Стать богатым. Стать, не знаю, долларовым миллионером, можно так сказать. Возможно такое? Как вы думаете? Конечно же, возможно. Как этому мальчику это удалось? Все очень просто. Сидел он себе в своей деревне. Мечтал. В абсолютно нищете. В полной жопе. Приехали в эту деревню Анжелина, Джоли и Брэд Питт. И усыновили его. И увезли в Америку. Все, ребята, мечты сбываются. Так что никогда не смейтесь над чужими мечтами. Всегда верьте в свою мечту. У меня не было ничего. У меня была только мечта. Одна мечта. У тебя в кармане ноль. Ни хрена нет. Есть мечта. Это все. Это самое главное. Вот храните свою мечту. Если вы боитесь, рассказывайте о своих мечтах. Не рассказывайте. Просто верьте в свою мечту. Если вы родитель, не вздумайте своим детям говорить, что что-то невозможно. Это бред. Мы не такие. Это дается другим. Но мы себе этого позволить не можем. Что мечты это все бред. Иди работай. Не говорите такого ребенку. Вы с самого детства своего ребенка уже будете загонять в какие-то ранки. И он вырастет реально работягой. И который будет бояться верить. Который будет бояться мечтать. И чего-то там достигать. Всегда поддерживайте своих детей. Это я сейчас обращаюсь к родителям. Если у них есть мечта. Круто. Поддержите эту мечту. Может эта мечта даже для вас покажется смешной. Понятное дело это ребенок. Но для ребенка вот мечта на данном этапе она самая важная. Она главнее всего для него. Понимаете? Для вас может показаться это какая-то ерунда. Вы уже мол взрослый. Да ничего подобного. Вы же были тоже в таком возрасте. Вы мечтали. И для ребенка на данном этапе это очень важно. Так что ребята. Нет ничего невозможного. Мечтайте. Расклеивайте плакаты. Визуализируйте. Это все работает. Главное это все не бросить. Если вы бросите, ничего хорошего не будет. А смысл бросать? Вот у вас есть мечта, она не сбывается. Ну и что? Если вы бросите, она точно не сбудется. Все же так просто. Мечтайте до тех пор, пока она не сбудется. Пусть на это уйдет 10 лет. Да какая хрен разница. Но если вы будете придерживаться этого курса. Все будет отлично. Просто нужно время. Ничего сразу не происходит. Просто нужно иметь терпение. И все будет отлично. И конечно же нужно не ждать, а нужно что-то делать. Нужно двигаться к этой мечте. Нужно искать возможности. А не сидеть на диване, конечно же, и мечтать. Вот почему так, почему ничего не происходит. Нужно что-то делать для этого. Нужно двигаться к мечте, а не сидеть и ждать мечту. Огромное вам спасибо за просмотр, за поддержку. Ну что, получился мотивационный влог, интересный влог, смешной влог. Такой формат есть, наверное, только у меня. Где вы еще видели такие крутые и полезные влоги? Сам себя похвалил, да? Обязательно поставьте этому видео лайк, поделитесь этим видео с друзьями. И обязательно, обязательно подпишитесь на мой канал. Подписывайтесь на мой инстаграм. Все мои оригинальные страницы в описании. Не ведите с нами мошенников. Всех люблю, целую. Да сбудутся все ваши мечты. Пока!